Ну а мы продолжаем наш выпуск и сегодня в нашей студии глава городского поселения Видное Моисей Исакович Шамаилов. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, уважаемые телезрители, жители города Видное. И как я уже сейчас все больше привыкаю к городскому поселению, потому что, конечно же, кроме города у нас есть еще несколько населенных пунктов. 20 сентября вы вступили в должность. Расскажите о первой работе, которая уже ведется, о том, какие шаги сделаны. Да, действительно, 20 числа я получил удостоверение, вступил в должность. Ну, во-первых, конечно, хочу всех поблагодарить, тех, кто меня поддержал, кто пришел на выборы, кто поверил мне, кто доверил мне. Я постараюсь, безусловно, оправдать. Понимаю, что непросто, все сложно. Очень много вопросов есть в городском поселении, особенно в городе Видное. Но, тем не менее, надеюсь, что и, безусловно, с помощью жителей, при поддержке жителей, и, конечно же, при поддержке и районной администрации, и вновь избранного совета депутатов, я надеюсь, мы все эти вопросы решим. Вот так уж случилось, что по полномочиям нам были переданы военно-учетные столы. Вот первое, что мы сделали, первые мои шаги, это принятие этого отдела. То есть, полностью военно-учетный стол перешел на работу в администрацию городского поселения. Люди приняты на работу переводом. Вот это вот первый такой шаг, и сразу вот столкнулся с вопросом, касающим полномочия. Вот. Хочу сказать, что, уже идя на выборы, изучая многие вопросы и проблемы, которые поднимали жители на встречах, в первую очередь, конечно, было понятно, что то без власти, если можно так уж сказать, хотя и были исполняющие обязанности, и работа велась, но, тем не менее, не было главы городского поселения. Этот четырехлетний период закончился. И я надеюсь, что все жители города это тоже понимают, что сегодня в городе есть глава городского поселения, есть определенные планы. Я уже сказал, что начинается формироваться некий аппарат. И мы будем потихонечку, не создавая никаких революционных ситуаций, заниматься вопросами и благоустройства, и хозяйственными вопросами, и транспортными, и многими другими социальными вопросами городского поселения Виндии. Но, к сожалению, к большому сожалению, вновь избранный состав Совета депутатов городского поселения, а так оказалось, что в составе городского поселения представлены почти все партии. Это 10 человек КПРФ, 6 человек Единой России, 2 человека ЛДПР, и по одному человеку от партии Справедливая Россия и Рост. Ну, я такой человек, что готов работать со всеми. Что касается, особенно, решения важных жизненных вопросов, здесь не может быть разделения на красных, белых или других. Здесь работа должна строиться конструктивно, по-деловому, и только на пользу жителей. Но, уже столкнулся с рядом вопросов. Так получилось, что Совет депутатов, первое заседание, вступление в должность, вручение удостоверений, и выборы председателей, и прочее, прочее, прошло не совсем так, как положено. Я бы даже сказал, вообще не как положено, по закону. Было действительно, первое заседание запланировано на 29 число, 29 сентября. Но все мы люди живые. Я заболел. Сегодня свирепствуют и грипп, и другие заболевания. И постарался буквально за короткий промежуток времени встать на ноги. Ну, 26, 27, 28, 29 число и 30-го я уже был на ногах, закрыл больничный, чтобы приступить к работе с понедельника. И таким образом было направлено письмо инициативной группе Совет депутатов о том, что Совет депутатов не может быть проведен 29 числа по причине того, что я, во-первых, болею, а согласно уставу городского поселения «Видное», я сегодня его захватил даже с собой, если будут вопросы, готов ответить. Первое заседание Совета депутатов открывает глава городского поселения и ведет его до того момента, пока не изберут председателя Совета депутатов. Мы все прекрасно понимаем, что можно себе придумать все, что угодно, фантазировать или стремиться быстро решить какие-то проблемы. Можно вообще наплевать на закон, но закон есть закон, его надо соблюдать. Я сказал, что я выхожу 2-го числа, и 4-го мы проведем совершенно спокойно этот Совет. И некуда спешить, потому что по действующему уставу первое заседание должно быть проведено в течение 30 дней со дня выборов. Таким образом, 4-го октября как раз вписывается в эту дату. Не вижу никаких проблем, тем более мы все понимаем, что большинство так или иначе бы проголосовало за кандидатуру, которую выдвигали представители фракции коммунистов. Нет никаких сомнений. Ну что теперь делать-то? Какой выход? Ну, завтра Совет депутатов состоится. Мы его все-таки должны провести. Но, честно говоря, я просчитываю все варианты, понимаю, что люди не готовы к конструктивному диалогу, и главное, не понимают, что те обещания, что я давал, так или иначе, мы будем выполнять. Мы действительно будем принимать обратно полномочия. Естественно, не в полном объеме и не сразу, потому что вот жителям могу объяснить, что если мы сегодня начнем революционным образом действовать, то с 1 января 2018 года улицы города будут не убраны, заниматься будет некому, потому что процедурные вопросы передачи полномочий обратно от района к городу достаточно серьезные, очень юридически непростые, и надо соблюдать все нормы. Не вижу проблем в том, чтобы район сегодня продолжил осуществлять свои полномочия, которые мы им передали согласно соглашениям, которые подписаны прежним руководителем до 31 декабря 2018 года. Для чего это нужно? Ну, во-первых, уже сложилась целая инфраструктура по хозяйственному управлению городом, и вот так в одночасье передавать, ломать. Ну, то есть можно людей уволить, а увольнять сегодня нельзя просто так, надо по закону. То есть уведомления за 2 месяца, как минимум. Процедурные вопросы связаны с бюджетом, с финансами, со многими другими делами. Это непросто. Так вот даже люди, которые переезжают с одной квартиры на другой, понимают, что это такое. Мы сегодня пытаемся разрушить, не создав ничего. Вот первые шаги большинства в Совете депутатов настораживают. Несмотря на то, что и в предвыборный период, и после того, как выборы состоялись, я неляза не дал повода для того, чтобы усомнились в том, что я готов работать конструктивно, в честном взаимодействии со всеми структурами. Сегодня пример этому наш президент, который работает со всеми партиями, находит общий язык, и слава богу, страна идет вперед. Не могу понять, почему нельзя это сделать в маленьком городе Видно. Надеюсь, что меня услышали. Я еще раз говорю, мы полномочия будем брать очень аккуратно, не спеша и вдумчиво, понимая, что каждая деталь надо посмотреть. Нельзя просто сегодня ударить по рукам, взять, а завтра увидеть, что нет метлы, нет техники, нет никаких реагентов, нет даже людей, которые будут заниматься городом. Наверное, любой период он переходной. Только революцию в 17-м году можно было осуществить таким образом, чтобы потом 70 лет не знать, как в этой стране жить. Сегодня уже эти методы никого не прельщают. Я думаю, что особенно молодежь и особенно молодое поколение, да и взрослые, наверное, должны понимать, что начинать работу надо с позитивного, дружеского и хорошего диалога. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Я напомню, что в нашей студии сегодня был глава городского поселения Видное Моисей Исаакович Шамаилов. Продолжение следует...